Весной 1982 года известный глазной хирург Эрнст Молдашев оказался в крайне опасной ситуации. Его уволили из клиники и объявили, что в ближайшее время лишат врачебного диплома. Причиной стали эксперименты учёного с особым веществом, аллоплантом. Врач получал его из ткани умерших людей и использовал в операциях по восстановлению зрения. В чём только не обвиняли хирурга. В издевательстве над советским человеком, даже в колдовстве. Эрнст Молдашев был вынужден уйти из медицины. А на рубеже третьего тысячелетия в прессе появится сенсационное сообщение. 28 января 2000 года во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии профессором Эрнстом Молдашевым впервые в мире успешно произведена операция, которая продолжалась 6 часов и завершилась воссозданием глаза в пустой глазнице 37-летней Тамары Горбачёвой, ослепшей 20 лет назад в результате тяжёлой болезни. При операции использовалось то же самое загадочное вещество – аллоплант. За несколько недель до уникальной операции Тамары Горбачёвой по Уфе поползли странные слухи. Якобы ослепшие женщины собираются пересадить глаза мертвеца и для этого уже перерыли все городские кладбища. Всё это звучало, как ненаучная фантастика или мрачноватая рождественская сказка. И тем не менее, доля правды в этих слухах была. Аллоплант действительно получают из ткани умерших людей. С его помощью восстанавливают повреждённые клетки организма пациента. Вот то, что касается у Тамары Горбачёвой операции по транспортации глаза, то здесь идея попытки сделать такую операцию возникла всё-таки после экспедиции на Тибет. Такие странные заявления профессора породили ещё более фантастические домыслы. Для проведения операции с Тибета прибыл некий Чёрный Лама, живущий вечно и умеющий воскрешать мёртвых. Вместе с профессором Молдашевым он проведёт операцию, используя магические ритуалы и энергию богов легендарной Шамбалы. Конечно, это были только слухи, вымысел. Однако тибетский след в операции по пересадке глаза имёл под собой весьма реальные основания. За несколько лет до операции Эрнст Молдашев со своими коллегами из медицинского центра побывал на Тибете. Эти путешествия учёный описал в нескольких книгах. В них он утверждает, что нашёл легендарный город богов и вход в знаменитую Шамбалу. Открыл, что гора Кайлас на самом деле гигантская пирамида, след древней цивилизации. Увидел гигантские зеркала времени, способные ускорять или замедлять его течение. Обнаружил озёра с мёртвой и живой водой. Побывал в пещере, где до сих пор ждут пробуждения загадочные прародители человечества. Можно в это верить, можно отвергать, но нельзя отрицать, что в мире есть много такого, что не укладывается в привычные рамки обычного земного существования. Многие знаменитые учёные утверждали, что их открытия были сделаны при весьма странных обстоятельствах. И что это приводило к парадоксальному выводу. Новые знания открываются тому, кто умеет прислушиваться к иной, таинственной жизни и задавать ей вопросы. А началось всё с вопроса, казалось бы, простого. Почему люди иногда так пристально смотрят друг другу в глаза? Что они могут в них прочитать? Оказалось, что геометрические параметры глаза каждого человека не только неповторимы, как его отпечатки пальцев, но и более того, они сопряжены ещё с другими параметрами организма, чертами лица, ростом, весом, строением тела. Но никто не мог предположить, что по глазам можно узнать не только о настоящем, но и о прошлом, причём не отдельного человека, а всего человечества. Вот сейчас мы находимся на одной из многочисленных ступ Непала, на которой нарисованы вот эти вот необычные глаза. И вот именно с анализа этих глаз и начиналась наша первая экспедиция. Ещё до экспедиции Молдашеву пришла в голову странная идея. Взять фотографии людей всех рас мира и высчитать среднестатистические глаза. Возможно, он вспомнил фантастический рассказ, который читал в юности. Герои рассказа решили смоделировать самое красивое женское лицо всех времён и народов. С помощью ЭВМ они обработали тысячи изображений, и в результате получили лицо среднестатистической красавицы. Её назвали Евой, честь библейской прародительницы, так легкомысленно вкусившей от древа познания. Профессор Молдашев следовал той же логике, что и персонажи рассказа. Была создана компьютерная программа, способная анализировать геометрию глаза и на основании этого воссоздавать внешний облик человека. Эти исследования привели к неожиданному результату. Вот что-то закрутило внутри. Что-то вдруг привлекло взгляд на эти фотографии раз разных людей. Что-то заставило вдруг начать высчитывать среднестатистический глаз. То есть, вот глаза, мы их математически обсчитывали, людей. И получилось, что все люди зародились на Тибете. Мысль о прародителе из Тибета родилась не сразу. Почти случайно. Кто-то принёс в лабораторию журнал. Там была напечатана фотография тибетского монаха. И вдруг оказалось, что его глаза поразительно похожи на те самые среднестатистические, смоделированные Мулдашевым и его командой. То, что глаза человечества смотрят с Тибета, могло быть случайностью. Но интуиция учёного заставляла искать более глубинный и даже таинственный смысл. Может быть, древние люди оставили какие-то свидетельства в виде изображения своих глаз, по которым можно было бы воспроизвести их облик. Один из друзей Мулдашева побывал на Тибете. Вернувшись в Уфу, он рассказал, что каждый тибетский храм имеет визитную карточку – изображение огромных необычных глаз над входом в святилище. Они не похожи на человеческие, но тогда чьи они? На этот вопрос одни ламы отвечали, что это глаза Будды. Другие вообще не хотели отвечать или уводили разговор в сторону. Они явно что-то скрывали. Но что? Приятель подарил Мулдашеву фотографию, сделанную им в Непале. Подвергнув изображение глаз на этой фотографии компьютерной обработке, ученые получили портрет весьма странного человека, если, конечно, можно назвать его человеком. Таких людей сейчас на нашей планете нет. Кто это? Пришелец из космоса? Библейский Адам? Древний Бог? Или реальный человек? Впрочем, многие ученые вообще не верят в достоверность полученного Мулдашевым портрета. Внешность человека зачастую определяется феносипическими изменениями, то есть изменениями, которые привнесены внешней средой. Поэтому сказать, что по глазу можно оценить внешность человека, ну, это то же самое, что примерно сказать по форме лобового стекла, сказать о марке автомобиля. Но Мулдашев в реальность портрета верил и считал, что за изображением необычного человека скрывается какая-то загадка. А вдруг это ключ к тайнам происхождения человечества и вечного возрождения жизни? Гипотеза о древней прародине человечества требовала проверки. И Мулдашев организует экспедицию на Тибет. Ведь традиционно считается, что уж если и есть на Земле тайное хранилище древних знаний, то искать его следует в первую очередь на Тибете. Именно там могут быть секреты, позволяющие раскрыть необыкновенные способности человека. Телепатию, возможность передвигать предметы силой мысли и, более того, умение обрести бессмертие. Но тибетские мудрецы не хотели делиться своими знаниями с непонятными пришельцами с севера. Экспедиция могла закончиться ничем, если бы не случай или судьба. При очередной встрече с монахами Мулдашев показал сделанное с помощью компьютера изображение странного человека настоятелю монастыря. Настоятель был потрясен. Он отдернул руку от рисунка и тихо сказал «Это он». А затем спросил, где они его видели. Мулдашев объяснил, как получился рисунок и высказал предположение, что такими были наши древние прародители. И тут монах заговорил. Из его рассказа следовало, что за миллионы лет до появления современного человека было несколько цивилизаций. Люди были громадного роста. 10-12 метров лемурийцы, 6-7 метров атланты. Они обладали огромной энергией, которую управляли с помощью так называемого третьего глаза. Могли воздействовать на гравитацию, замедлять и ускорять ход времени. Но они погибли, так как их энергия вырвалась наружу, а должна была направляться внутрь, на познание самих себя. Теперь Мулдашев, кажется, начал понимать, чьи глаза были изображены на фотографии, когда-то подаренные ему приятеля. Анализ этих глаз показал облик человека, который совершенно необычен. Представителя предыдущей цивилизации, а именно лемурийца 10-метрового роста. Ну, однако, во-первых, вызывает сомнения, насколько достоверно удается восстановить по форме глаза образ его обладателя. А во-вторых, конечно, странно было бы сопоставлять вот этот образ непосредственно с представлениями монахов. Конечно, в реальность многометровых великанов было трудно поверить. Они традиционные персонажи волшебных сказок и многочисленных околонаучных историй. Но как тогда объяснить археологическую находку в горах Сирии? Там был обнаружен окаменевший отпечаток человеческой стопы, судя по размерам, принадлежавший настоящему великану. И вот эти вот следы гигантских людей, конечно, мы их тщательно исследовали. И такое ощущение, действительно, что вот этот древний человек гигантский как бы оставил вот эти следы своих ног нам, потомкам. Так что древние люди-великаны, возможно, не совсем сказка. Да и настоятель монастыря не производил на Молдашева впечатление сказочника. От слов о мистической энергии третьего глаза он неожиданно перешел к тому, что современные ученые называют регенерацией ткани. Настоятель пытался объяснить, что есть особая положительная энергия, основа жизни, связанная не только с восстановлением мертвых клеток человеческого организма, но и с бессмертием. Молдашев был потрясен, ведь его специальностью была именно регенеративная хирургия. О ее необъяснимых механизмах врач постоянно размышлял. Я помню прекрасно, что одна из московских комиссий разогнала нас в 82-м году. А просто так, что какой-то чучмик из Уфы придумал какие-то вещи, ну, приписали эксперимент над советским человеком. Хирурга обвинили чуть ли не в сатанизме. Аллоплант готовится из ткани умерших людей. Она приживает как своя, даже лучше, чем своя. Действие Аллопланта до сих пор не имеет строгого научного объяснения. Известно только, что он способствует восстановлению и росту поврежденных тканей организма. Безнадежный больной, внезапно, казалось бы, вопреки всякой научной логике, выздоравливает. Но в советские времена чудесные исцеления вызывали серьезные подозрения. Как же так? Вживлять пациенту препараты, полученные из мертвецов. Это, по меньшей мере, лженаука, если не черная магия. В начале 80-х годов Молдашева за применение Аллопланта в хирургии снимают с работы и ставят вопрос о лишении врачебного диплома. И он уезжает на север работать оленеводом. Потом потянулись годы, когда все с нуля. Ночевки на московских вокзалах. И у меня очень хорошая вина, Татьяна. Мы за время жили на ее зарплату маленькую. А я свою ее прожигал, чтобы пробивать, пробивать все в Москве. Эта бедность достала. Сыр за 11 копеек. Такой вот сырок был. Дружба. Вот его он сытный, вообще-то. А потом все постепенно, постепенно. Постепенно Молдашеву удается вернуться в медицину. Дипломы его все-таки не лишили. Ученый выжил и сумел на практике доказать действенность своего изобретения. Он провел ряд успешных операций, вернувших людям зрение в, казалось бы, безнадежных обстоятельствах. По роду своей специальности я очень много получала травм. Ну, это судьба дрессировщиков всех. И одна из травм привела меня к слепоте. Куда я только не обращалась. Самым лучшим врачам в нашей стране. В Германии, в Париже, в Марселе. Везде был один ответ. Вы операции не подлежите и видеть не сможете. Молдашев провел сложнейшую операцию с использованием Аллапланта и вернул Терезе Дуровой зрение. Вы знаете, что у меня покатились слезы. Боже мой, я вдруг увидела. Во-первых, я увидела лицо человека, который людям дарит свет. Это было такое счастье, что вы себе представить не можете. Конечно, Молдашев тоже был счастлив. Пациент выздоровел. Но врача не оставляло беспокойства. Все его операции с Аллаплантом по-прежнему напоминали чудесное исцеление. Тайна взаимодействия мёртвой и живой материи оставалась нераскрытой. Знаете, Аллаплант я придумал ещё почти что студентом. На какой-то интуиции, что ли. Я думал, что я тогда всё понимаю. И чем больше шло лет, и чем больше мы оперировали больных с Аллаплантом, и чем больше людей прозревало или обретало здоровье, тем я больше понимал, что я ничего не понимаю в своём собственном изобретении. Рассказы тибетского монаха до конца не объяснили механизм работы Аллапланта. Но учёным открылось, может быть, куда более важное. Я считаю, что полезно, когда человек задумается над вещами, которые выходят за рамки обычной жизни, обычных представлений. О том, что существует высший разум. Возможно. О том, что существуют другие вселенные. Возможно. Это всегда полезно над этим время от времени задуматься, потому что это помогает не закоснеть. Тибет, Гималай – особенные места. Они обладают удивительной способностью расширять человеческое сознание, видеть мир иначе, в непривычных стереотипах, слышать то, что одни называют откровением богов, другие – информацией космоса, третьи – голосом предков. Здесь, в горах, течёт совершенно иная жизнь, далёкая от материализма и прагматизма современной цивилизации. Вот на этом озере, как раз, всё время шторм. Всё время неубывающий шторм. А у них формы какого-то работают. Через пять километров, да? Через пять километров. Вот он перешейк. Горы-то нету. Вот, смотрите, здесь практически чуть-чуть там. Да. Здесь всё время шторм. Для нас в Нове были эти удивительные люди, которых мы увидели в Гималайфе, которых здесь, пожалуй, не встретишь. Их глаза, их удивительное отношение к жизни. То, что они нам говорили, нам казалось сказкой, для них это была их жизнь. На Тибете Мулдашев и его спутники впервые узнали о самате. Самате или самадхи – некое пограничное состояние между жизнью и смертью. По словам тибетских монахов, человек в состоянии самате может существовать миллионы лет, не старея, словно погрузившись в литургический сон. И однажды он может очнуться, снова запустить часы жизни. Что, если Аллаплант действует по тем же принципам? Включает некий механизм, который вызывает возрождение ткани. Но ещё больше Мулдашева и его спутников поразило другое. Рассказы о самате получили реальное подтверждение. Похоже, в тибетских пещерах существовали люди, пребывавшие в этом состоянии. И люди эти были совершенно необычны. Когда строили при Пятом Далаламе храм Паталу, то есть они тоже разрывали гору, вершины горы, они нашли пещеру, которая была замурована. И в той пещере нашли пять, тоже, пять, ну, как по-современному назвать их, атлантов. Потому что они в сидящей позе были выше двух метров. Самате пещеры существуют и сегодня. О них знают так называемые особые люди. Вот сейчас вот я стою в центре города Катманду, в столице Непала. На территории храма, который называется Манки Темпл. И вот именно здесь, на этой территории, вот на этой горе, находится дверь. За ней еще одна дверь, которая ведет в одну из самати пещер. Вход в эту пещеру запрещен. Можно зайти вот за эту дверь, буквально через два метра будет еще одна дверь, за нее не имеет права зайти никто. В то время, когда Мулдашев и его коллеги пытались проникнуть в таинственные пещеры, Тамара Горбачева обращалась в разные клиники и везде получала один и тот же ответ. Современная медицина бессильно вернуть ей зрение. Тогда Тамара еще ничего не знала ни о Балапланте, ни о его изобретателе, докторе Мулдашеве. Она не могла предположить, что надежда придет к ней из далекого Тибета. Тибетские экспедиции профессора Мулдашева вызывали у его коллег-офтальмологов крайне скептические оценки. Известный врач ищет ответы на сугубо профессиональные вопросы на Тибете. Не абсурдно ли это? Он что, вообразил себя тибетским магом? Вокруг его операции с применением Аллапланта и по сей день идут ожесточенные споры. Даже несмотря на то, что эти технологии используются во многих клиниках мира. Может быть, идея Аллапланта отвергается из-за того, что ни медики, ни физики, ни биологи не в состоянии сегодня объяснить механизм его действия? Вы понимаете, опять-таки мы сталкиваемся с вопросами соотношения науки, искусства в медицине. Медицина – это прежде всего наука, потому что она оперирует количественными показателями, а не качественными. Говорить о том, что данный лекарственный препарат, в частности Аллаплант, он помогает всем и всегда, как это преподносится в целом ряде научно-публицистических изданий, мне кажется, это самонадеянно. На Тибете говорят, что древние знания открываются не каждому. Возможно, только тем, кто хочет и может их услышать. Экспедиции Молдашева привели и к некоторым вполне практическим результатам, хотя и они могут показаться родом из сказок. Мы услышали легенды о существовании в Гималаях высокогорных озер с мертвой и живой водой. Нас это очень взволновало, нам это показалось очень любопытным, и следующая экспедиция у нас так и называлась – «В поисках мертвой и живой воды». Нам удалось найти эти озера и даже привезти образцы этой воды в нашу клинику. И в лабораториях в нашей клинике были проведены исследования этой воды, и действительно было подтверждено в результате этих исследований, что существует диаметрально противоположное влияние живой и мертвой воды на культуру клеток. И потом пошли многочисленные эксперименты, которые оказались успешными. Именно по возвращении из Тибета Эрнст Молдашев решился на очень рискованный шаг – провести трансплантацию глаза. И, возможно, это было не случайно. Нам, вообще-то, людям, частичкам Бога, всё-таки подсказывают оттуда сверху, но подсказывают не словами, а шёпотом. Тихим, но громогласым шёпотом, который пробирает тебя изнутри и видит клокотание внутри, почему-то заставляет тебя обратить внимание на то, на это, на то, на это. И пошло-поехало. Эрнст Молдашев долго искал пациента, который бы согласился на трансплантацию. Им оказалась киевлянка Тамара Горбачёва. У неё просто не было других шансов. Она лишилась зрения в 17 лет. Из-за редкой болезни её глазные яблоки потеряли влагу и сжались до размера сухих горошин. И с тех пор Тамара жила в полной тьме. От безнадёжной больной все отказались. Но она всё ещё верила, что какое-то чудо вернёт ей глаза и свет. К операции Молдашев готовился целый год. Это было тяжёлое время. Слухи о том, что хирург собирается пересадить глаз, вызвали резкое неприятие у многих специалистов. Реакция московских коллег и руководства не заставила себя ждать. Он опозорит офтальмологию и всю российскую науку. Эту операцию нельзя сделать. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но точно так же совсем недавно не верили и в возможность пересадки сердца. А сегодня она уже стала обычной, хотя и сложной операцией. А кроме того, Молдашев изобрёл Аллаплант не на пустом месте. У него были талантливые предшественники. Та технология, которая разрабатывается в нашей клинике, которую мы определяем на сегодня как трансплантационная технология Аллаплант, она имеет глубокие исторические корни. У истоков этой науки стоят выдающиеся учёные отечественные. Я могу назвать имена Пирогова, Спасокукотского, Юдина, Филатова и многих других учёных. Каждый из них внёс огромный вклад в развитие той или иной области трансплантации тканей. Молдашев колебался. Риск был очень велик. И как поведёт себя Аллаплант, он по-прежнему не знал. Если операции не удастся, провал будет разрушительным и для репутации хирурга, и для медицинского центра, который он возглавляет. Я не решался прооперировать её. Вот я назначал Тамару один день, второй день в течение трёх месяцев. Вы знаете, три месяца я отменял, отменял, отменял. Одними словами, я не готов. Подходил Тамарочка, я не готов. И она лежала, лежала и ждала. У неё не было глаз. Молдашеву нужна была поддержка. И он неожиданно нашёл её у учёных-биологов. Они занимались новой дисциплиной, волновой генетикой, которая в какой-то степени объясняла действия Аллапланта. Наши хромосомы в известном смысле являются голограммами. То есть они позволяют построить предварительную пространственную картинку любого живого существа, включая человека. И в соответствии с этой волновой картинкой она заполняется веществом. По этой теории клетки разных органов как бы сохраняют память о своём предназначении. И в определённых условиях способны развиваться, превращаясь, скажем, в костную ткань или в роговицу глаза. Аллаплант же, как предполагают, запускает механизм регенерации. Нельзя сказать, что биологи полностью объяснили загадку Аллапланта, однако с их точки зрения задуманная операция представлялась им вполне возможной. Мы ему посоветовали, ты можешь сделать регенерацию глаза, но поверь нам, значит, ретина плюс Аллаплант плюс, значит, твои великолепные руки, и у тебя всё получится. Он поверил. 28 января 2000 года Молдашев всё-таки решился на трансплантацию глаза Тамаре Горбачёвой. Операция началась. Во время операции хирургу неожиданно пришлось вспомнить свою экспедицию на Тибет. Знаете, во время операции был один момент. Вот я пришил определённую плёнку Аллапланта и шил её там, где-то вот внутри делуемого глаза. Я её пришивал где-то часа полтора. И потом что-то внутри вот не так пошло. Я взял, мне сёстры дали, я вышел предоперационно, мне сёстры на зажим дали сигарету, и я нервно покурил, и пошёл, расщил всё, расщил всё. И начал делать те самые... О зеркалах времени Молдашев узнал ещё до экспедиции на Тибет из работ известного русского учёного Николая Козырева. Тот считал, что время — это энергия, которой можно управлять с помощью особых зеркал. С точки зрения практической хирургии, это означает, что с их помощью можно было бы ускорить процесс восстановления тканей, если заставить время идти быстрее. Молдашев, объясняя, почему он стал сшивать пересаживаемую ткань по аналогии с устройством зеркал времени, ссылался на Козырева и на увиденное им на Тибете. Вы представляете, что самое удивительное? На Тибете одна вогнутая конструкция шириной полтора километра и высотой 800 метров ориентировочная. Вот эта конструкция называется «главное зеркало времени». Это невероятная конструкция, которую выполнить сейчас. Ну, если всю технику со всего мира собрать, её никогда не сделаешь, это зеркало. Там другие были технологии. Древние были мощнее нас. Намного мощнее. Путь к городу богов был тяжёлым. Пустынные горы, крутые перевалы, стаи диких собак и постоянное ощущение тревоги. Было какое-то ощущение чего-то предстоящего. Предстоящего неизвестного. Я не могу сказать, что это был страх. Потому что как такового страха мы не ощущали, потому что всё-таки мы шли с добром. Но ощущение неизведанности, как перед пропастью, оно, конечно, было. Уже были видны склоны Кайласа, и вдруг в облаках показалась статуя читающего человека. Ещё в Катманду ламы рассказывали, что он охраняет мудрость Шамбалы. На коленях у него золотые пластины, на которых записано тайное знание. Увидеть статую читающего человека – добрый знак. На пути стали попадаться необычные камни с надписями и рисунками. Странные круги на земле. Может быть, это предупреждение, и не надо ходить в долину. Наконец, перед учёными встали горы, похожие на рукотворные пирамиды. Открылась долина, окружённая каменными вогнутыми стенами. Зеркало времени. Зеркало царя смерти Ямы. И вот в фокусе вот этого зеркала царя смерти Ямы находится легендарная долина смерти, куда йоги приходят умирать. Они приходят, садятся между двух камней, которые похожи на таких четырёх глазах рыжих собак, как описывается. И они там быстро-быстро заканчивают свою жизнь. Время бежит быстрее. И они считают, что умереть в долине смерти – это очень хорошо. Потому что дух возносится куда-то, куда-то, куда-то. По легенде, долина смерти – самое близкое к Шамбале место, куда может попасть человек. Многие искали Шамбалу. Есть серьёзные основания считать, что специальные подразделения НКВД во главе с Яковом Блюмкиным ещё в 20-е годы пытались проникнуть в святая святых Тибета. Тайная оккультная организация Третьего рейха Аненерби, которую курировал непосредственно Гиммлер, тоже направляла туда асов разведки СС. Существует предположение, что из Тибета германские агенты вывезли так называемую тибетскую шкатулку. В ней хранились тексты с тайными знаниями древних. В частности, секреты генной инженерии и технология создания ядерного оружия. Есть несколько странных совпадений. Глава Аненерби Зеверс, не будучи особо значимой фигурой рейха, был казнён по приговору Нюрнбергского трибунала. Об этом особенно позаботились американцы, в руки которых, как известно, попали все разработки немцев по атомной бомбе. На сегодняшний день веских, строго документальных подтверждений, что кто-нибудь нашёл Шамбалу, нет. Общепринятое мнение по поводу Шамбалы, как некой обители, общины, великих махатм, святых, мессий, учителей человечества, существует ли оно в наших реалиях, материально ли Шамбала, как некий небесный граф. Едино одно, едино мечта человечества посадить рядом с собой на Твердь земную вот ту самую обитель богов, вот ту самую общину великих мастеров в надежде на то, что уж под их неусыпным оком, под их покровительством, и с их помощью мы не допустим самых трагичных последствий. Ламы предупреждали. В долине смерти, окружённой зеркалами, происходит суд совести. Каждый человек испытывает страх перед ним. С него можно и не вернуться, хотя бывает по-всякому. В середине 80-х годов 20-го века в горах Тибета пропала группа альпинистов. Через 4 дня их нашли постаревшими на несколько десятилетий. Где побывали эти люди? Что с ними произошло? Видимо, они попали под действие одного зеркала времени. Эти 4 альпиниста, как рассказывают люди, я их не видел, не знаю. Это были молодые люди, там 28-30 лет. Они за год-полтора постарели и умерли. От старости. Но Молдашев всё-таки решил рискнуть и пойти в долину смерти. Хотя точно нельзя сказать, был ли там действительно риск. Оппоненты Молдашева считают, что долина смерти – это вымысел. Долина смерти – это самое обычное кладбище. Туда может прилететь любой желающий, увидеть это своими глазами и вернуться совершенно живым. Молдашев тоже до конца не верил в разрушительные силы долины смерти и пытался убедить себя, что всё это сказка, легенда. Но когда увидел под ногами человеческие кости, ощутил внезапный страх. Вдруг в мыслях пронеслась вся жизнь. Остановить этот поток сознания было невозможно. Как он потом скажет, суд совести начался. Болела вот эта зона, вот район солнечного сплетения. Почему болел и так, что я там уже, ну, ну, я просто порой, вот, я даже плакал. Вот я валялся аж на земле, ну, боль, 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 боль. Можно по-разному относиться к рассказу учёного. Можно в это поверить, можно назвать мистификацией или самогипнозом. Но тут важно другое. Ощущения, пережитые Молдашевым, определили его отношение к действительности. И это, возможно, объясняет решение хирурга пойти на крайне рискованную операцию. Для воссоздания глаза Тамары Горбачёвой профессор Молдашев решил использовать только сетчатку и роговицу донорского глаза. Все остальные его части были сформированы во время операции из аллопланта. У Тамары, вот у Тамары, у которой сделана пересадка глаза, часть, часть структур глаза сделана из аллопланта, а часть пересажена от донорских тканей. То есть этот глаз я как бы собрал по частям. А, ну, вот заявление исследователя о том, что ему удалось сконструировать глаз из неких тканей, причём чужеродных тканей, мне кажется, что это маловероятно, это под силу доктору Фаусту. Я не верю в это. Я не верю в это. Мне кажется, это в определённом смысле научная спекуляция. Собрать новый глаз по частям, словно это детали конструктора, звучит фантастически. Что водило рукой хирурга? Опыт, интуиция или загадочная энергия Шамбала? По словам Булдашу, он формировал глаз пациентки, вспоминая зеркала времени, которые он видел в Тибете. Ну, зеркала времени — это один из элементов теории физика Козырева, который предполагал, что время может течь по-разному. Ну, скорее всего, никаких экспериментальных указаний на то, что это происходит, нет. И, скорее всего, это явно противоречит нашим физическим представлениям. Однако в истории науки известно, что, скажем, алхимики, которые по нынешним представлениям занимались лженаукой, открыли много веществ и много химических реакций, которые сейчас с успехом используются в современной химии. Операция состоялась. А потом, после операции, случилось чудо. Я, честно говоря, вот так дрожил. Венера Звековна Галимова, она моя правая рука в хирургии, мой заместитель, она смотрела первое Тамару Горбачёву, приходила, меня волнуюсь, все гладила по лысине и говорила, не бойся, Мулдашев, иди смотри, всё нормально. Ну, было очень странно, понимаете, было всегда темно, а тут вдруг стало светло. То есть я сразу не поняла, что это светло. Не ожидал, ну, буквально, вот операция прошла, и в 3 часа ночи Ансерик Альбачев пришёл, да, по-моему, в 3 часа ночи. Я только из наркоза ещё вышла, и вот слабый был свет, но ослепил мне немножко. Этот глаз не видел свет 20 лет, скажем так. А теперь он сделал, немножко. Когда после операции в больницу на консилиум пригласили специалистов, лучших офтальмологов из Одессы, Москвы и Германии, те только плечами пожимали. А москвичи из центра Фёдорова, не дождавшись конца совещания, ушли, сказав на прощание. Глаз всё равно не приживётся. Это лишь память зрительного восприятия. Тамаре Горбачёвой просто кажется, что она видит свет. Я был на одном научном форуме, где выступал доктор Молдашев и рассказывал об этой операции. Там были показаны слайды с вот этой вот операцией. Они свидетельствуют о том, что операция была произведена, но вот что произошло дальше, это для меня остаётся загадкой. Значит, во-первых, как бы ни с того ни с сего вырос хрусталик, которого не было. Зрачок, который он не мог создать, создался зрачок. Стали нормально прорастать сосуды. Пошёл нормальный морфогенез глаза. И в итоге женщина стала различать цвета. Это уже был гигантский успех. Это беспрецедентный случай. Сейчас Тамара Горбачёва видит где-то на 1-2% от нормального зрения. Она читает крупные буквы. Медленно, с трудом, но читает. Красная, может, даже бортовая. Правильно, Тамара! Ха-ха-ха! Правильно, бортовая! Правильно, Тамара! Правильно! Учёные, побывавшие на Тибете, говорят, что после этого путешествия в них что-то изменилось. И когда мы видели людей, монахов, идущих по дороге в своих оранжевых тканях, несущие просто один котелочек, в котором они будут варить себе пищу, и когда мы видели их глаза, этих монахов, мы понимали, что они счастливы, что они находятся в абсолютной гармонии с окружающим миром, и что, оказывается, так можно жить. У членов экспедиции появилось новое понимание жизни. Ощущение того, что из-за её видимой и рационально объяснимой стороной существует невидимое. И, возможно, именно там хранятся ответы на главные вопросы. Кто мы? Откуда? Что в наших силах? И для чего мы живём? Грустно от того, что за всё это били, били и били, и продолжает бьют. А бьют за то, что ты когда-то послушал Бога. Поехать в Тибет и проверить, что он там видел, и с кем он там разговаривал, и что ему говорили, но это нереально. А те заявления, которые он делает, вы понимаете, они слишком многообещающие. Я считаю, что если любой человек не задавал эти вопросы себе, кто я, откуда я взялся на этой планете, и для чего мне дана эта жизнь, куда мне теперь с ней, если человек не задавал себе эти вопросы, он не вполне человек. Загадка о Лапланте не разгадана до сих пор. И хотя в мире произведено уже больше полутора миллиона операций с его применением, операция по трансплантации глаза так и осталась единственной. И сам Эрнст Молдашев её больше не пытался повторить. Почему? Может быть, это всё-таки была уникальная случайность? Или краткая благосклонность тибетских сыновей Бога? Мы не знаем ответов на многие вопросы. Ну что ж, истина ускользает. Но истина где-то рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова